Продолжение следует... Известно, что обвиняемый был пьян. Он снял автомобиль с ручника и не успел остановить машину. Несколько раз водитель нырял в воду, чтобы достать подругу, но не смог этого сделать. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на два года. В дальнейшем проведена была судебно-медицинская экспертиза. Трупа, в ходе которой было установлено отсутствие каких-либо телесных повреждений на трупе, причина смерти была установлена как утопление, в связи с чем, соответственно, дана юридическая квалификация действиям указанного мужчины. 16 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и грузовика на трассе под Тобольском. Авария на объездной дороге произошла вечером 28 января. Водитель автобуса попытался объехать препятствия на своей полосе и выехал навстречу. Там в это время из кювета вытаскивали большой груз. Автобус в результате столкнулся с маном. Уже известно, что водитель мана лишен прав. Кроме того, на автомобиле не работал тахограф. Госпитализирован был только один человек. У него черепно-мозговая травма. Остальных после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное наблюдение. В Тюмени мужчина остался жив после падения с 10 этажа. Выпал тюменец из окна одной из квартир по адресу Народная 6. Из окна мужчину вытолкнул приятель, с которым у него произошла ссора. Пострадавший упал на козырек с поликлиники. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии, с переломами и переохлаждением. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Жительница Ноябрьска отправилась в колонию после того, как передала по почте наркотики своему приятелю. В тот момент мужчина сам отбывал срок за охищение чужого имущества. Женщина спрятала синтетику под стельки кроссовок, сложила обувь в коробку и отправила посылку по адресу колонии. Уже на следующий день полицейские искали отправителя и нашли. В итоге оба повторно предстали перед судом. Как оказалось, у Елены Алексеенко уже есть судимость за убийство, поэтому суд назначил ей окончательное наказание в виде 13 лет в колонии общего режима. Ее знакомому повезло меньше – 15 лет и 3 месяца строгого режима. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.